Её господин, должно быть, заставил её сделать себе тату, и оно означает, ты моя сучка. Серьёзно? Как унизительно! Всем привет, вы на канале Диофплей, и сегодня мы будем продолжать проходить дангочку. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Короче, заталкивайте свои жопы в лифт, я буду на шаг впереди. Когда Монокома пропал, мы все подбежали к Кёка. Кёка! Так ты правда не умерла? Конечно же я не умерла. Слава богу, я так рада, что с тобой всё в порядке. Возможно, но это не обязательно хорошо для нас. Он прав, нам теперь надо иметь дело с п-п-п-призраком! Я же сказал, хватит ч-ч-чушь молоть! Икзу. Ну же, давайте пойдём. Что бы нам не хотелось обсудить, мы сможем сделать это во время суда. Серьёзно? Не взглянув на Кёка, Бьякуя зашёл в лифт. Господин, подождите меня! Хорошо сказано! Кто знает, что с нами может случиться, если мы слишком задержимся! Да, му. Я буду рада, когда этот суд закончится! Один за другим, все зашли в лифт. Но я... Я ничего не мог с собой поделать, мне надо поговорить с Кёка, прежде чем начнётся суд. Ну, давай. Послушай, перед тем, как мы начнём, я должен спросить тебя. Где ты была всё это время? Ты использовала тот ключ, чтобы пойти куда-то, не так ли? Так что... Я хотела расследовать второй этаж общежития. Второй этаж? Там не было монитора или камер, так что я смогла полностью скрыться от Монокумы. Разумеется, я из-за... Я из-за этого пропустила объявление. Я и понятия не имела, что было обнаружено тело. Тогда... Когда ты узнала? Только что, я закончила свои поиски и вернулась как раз вовремя, чтобы услышать объявление о классном суде. Я потратила некоторое время на то, чтобы осмотреть место преступления. Мне же нельзя идти на суд полностью неосведомлённой, ведь так? Так вот почему-то опоздала. Мне жаль, что заставила вас ждать. Но если это было на втором этаже общежития, Значит, это к нему подходит ключ, который ты нашла. Вообще, не совсем. Я использовала секретный инструмент Монокумы, который сможет открыть любой замок в школе. Что? А это ещё что такое? Эй, вы чего там вдвоём делаете? Поторопитесь, а то нам влетит от Монокумы. Мы можем всё подробное обсудить, когда закончим суд. Хорошо, Макото? А мы можем всё подробное обсудить? Сейчас нам надо сосредоточиться на выживании в данной ситуации. Потому что для меня, наверное, сейчас это самый важный момент. Для... неё? Странновато она сказала это. Классный суд важен для всех, ведь так? Так почему она говорит, что это важный момент для неё? Что же, если это всё? С непоколебимым выражением лица Кёка прошла в лифт. И я просто слишком зацикливаюсь на том, что она говорит, да? Да давай уже две нуля. Оставшись последним, я зашёл в лифт. Интересно, кого они будут топить? И двери закрылись. На этот раз треск был достаточно громким. Чтобы уши завалили, страх вновь стал меня пожирать. Не могу представить, что когда-нибудь привыкну к ментальному давлению, которое исходит от подготовки к казню. В этой сумеречной темноте никто не сказал ни слова. Мы просто стояли и... Тихо и неподвижно. И через некоторое время двери без предупреждения открылись. Яркий свет поразил мои глаза. Но он не был сияющим светом надежды. Это был ослепительный свет отчаяния. Ох, как я этого ждал! У меня чувство, будто прошла вечность из тех пор, как мы вот так вот собирались. Время для бессмысленных шуток и подколов прошло. Давайте начинай шоу! Итак, занавес открылся в пятый раз. Испытание осуждения. Испытание обмана. Испытание предательства. Испытание загадки. Испытание защиты. Испытание веры. Испытание классного суда! Да, да, давай сохранимся. Хотя я не уверен, что мне это надо. Но давай! Так, умения! Умения, умения. У меня это свободное умение. Завидное влияние увеличит вашу шкалу влияния на пять действует во время классного суда. Так, чё у меня ещё есть? Быстрая подача. Ну, а то не особо мне понадобилось-то. Так, умелец. Позволяет вам перезарядить сразу две пули. Да, впрочем, ладно, мне норму. Так, эм... Подарки. А они мне сейчас вообще нужны? Пули, правда. Так, тело после взрыва, накладные ногти, татуировка, фрагменты рядом с телом. Разбрызгиватели, время обнаружения тела. Нож, брезент, пропавший. А куда вот курица пропала? Вообще, это петух нарисован, а не курица. Ну ладно. Показа... Говорит, что вчера вечером пере... Ам... Всё, я вспомнил. Был в саду. Так, тело перееду в взрыв. До Симона. Мокура и Кусапа. Показания Монокумы. 16 учеников. Ключ и бросок. Так... Чё этими стрелами делали? Так, ладно. Ну, погнали. Приступим к объяснению базовых правил классного суда. Не так его исход решат ваши голоса. Если вы сможете выяснить личность преступника, то только он будет наказан. Но если ошибетесь с выбором, то я накажу всех, кроме запятнанного. И тот, кто обманул всех, сможет покинуть академию. Ладно, что же, остальное я оставлю на вас. Что же, давайте обсудим жертву. Во-первых, нам надо прояснить, кем именно являются жертвы. Это Кёка, другого объяснения нет. Ты долбоёб. Но Кёка вон же там стоит. Нет, это призрак! Но у неё ноги и всё такое. Ну, это просто потому что... Это новейшая модель призрака! Я не намерен долго терпеть подобный идиотизм. Эм, ладно. Так, надо доказать, что Кёка не труп, да? Тогда давайте сравним характерные черты Кёка с чертами мёртвого тела. Её характерные черты? Одна важная черта Кёка, доказывающая, что это... Не её труп. Чего? Я говорю о её перчатках. Они помогут нам разобраться в этой тайне, я уверен в этом. В таком случае, я думаю, будет полезно объяснить, почему она вообще носит эти перчатки. Не хочешь ли ты сказать, что знаешь, ответ? Мне рассказал, Монокума. Оказывается, у тебя на руках шрамы, которые ты не хочешь никому показывать. О, знаете, я вот подумала. На трупе не было перчаток, верно? Они, наверное, просто сгорели в результате взрыва. Я не убеждён! Призрак просто правится нас всех обмануть! Труп не может быть Кёка. Но если я не докажу, почему это так, мы на этом застрением и дело не продвинется. Ту-ту-ту-ту! Но, дожи, вот, живая! А-а-а! Почему это ещё доказывать надо? Так что у меня нет выбора, кроме как... Блядь, они это будут обсуждать, серьёзно? Вы... Вы чё? Твою налево Это Кёка просто призрак Невозможно Хорошо, тогда докажи это, докажи, что оно не призрак На тропе не было перчаток Они сгорели во время взрыва Значит, она носила перчатки до взрыва Ну да, она наверняка была в перчатках Потому что труп точно Кёка Какая же идиотская дискуссия Так, ладно, короче, я уже догадался, куда надо Подожди мне Ай! Бля, я промокнулся Блин, я опять промокнулся Сука Нет Нет В смысле? Так, ладно Дубль 2, почему оно не сработало? Или я очень поздно выстрелил? Нет Ладно, я понял, это не то Хорошо, у нас тут ещё накладные ногти Ага Значит, туда же стрелять надо Блядь Её надо заменить ответ Да, точно, надо сломить тот ответ Да ладно Ну да, ты сказал странное Чёрт Блядь, противоречие должно быть Там есть То есть А есть Про то Ты Ой Расправьте А Сто... Кири Гиричи не было перча. Она наверняка... БЛЯТЬ! Стоп, или надо его аргументом стрелять по неболоперчаток. Какой бред! Да БОЖЕ БЛЯТЬ! Ах... Твою налево! Да ты ебёшь мозги! Там он есть! Ага, это не так! Не так вот, вот это не так! Тебя кучу не criterion! Это не единственное влажное. Тебя кучу неiting прошло, да? Так вот, ладно. Да-да, провал Да давай быстрее, господи, долбанная анимация Да, хочу попробовать Блин, ну вроде бы Правильно же должно быть Ну типа, я не знаю, почему мне не сработало С первого раза Когда я аргументом Кёка стрелял по аргументу Потлатова Или я слишком перемудрил Да ладно, чё, серьёзно? Да боже! Да ладно! Я, блядь, вообще не догонял И так нет Стоп, может Накьями по его аргументу? А ты заебал, блядь, почему так быстро пролетела? Опровергаю! Прорыл Нет, на теле не могли быть надеты перчатки Кто бы это ни был, этот человек носил накладные ногти, помните? Я думаю, что с такими ногтями очень сложно носить перчатки Кроме того, Кёка носит перчатки, чтобы скрыть свои руки, верно? Зачем тому, кто стесняет со своих рук носить накладные ногти? Боже, да ты совсем не понимаешь, девушек! Они очень сложные! Хм, если кто-то не понимает девушек, то это ты Ну, Кёка, есть мысли Эти перчатки были сделаны на заказ по размеру моих рук Чтобы они не мешали моей повседневной жизни Если бы я носила накладные ногти, перчатки бы мне не подошли Тогда решено, этот... этот труп не Кёка Что должно быть очевидно, ведь оно стоит прямо здесь Хорошо, но тогда, кто настоящая жертва? Нам надо это выяснить Я с этого и начал обсуждение А ты водишь нас кругами Прежде всего, мы должны опознать жертву Без этого мы никуда не продвинемся Ну давай Если Кёка серьёзно всё ещё жива Тогда кто умер? Должен быть способ выяснить это Я не думаю лицо обгорело до неузнаваемости И в файле Монокомы не было какого-либо описания А если мы не можем опознать тело То мы ничего не можем сделать, да? И разгадка этого была на самом... На самом теле жертвы Я понял то, тупо Эй, ты блядь! Сука, кто ж знал, что это не сработает? Да? Блядь Опровергай он! Есть одна улика, которую мы можем использовать, чтобы опознать тело Что, серьёзно? Если ты лжешь, то умерёшь с жёсткой и необычной смертью С жёсткой и необычной смертью? Я бы на это посмотрел Она просто придуривается, не слушай, Ямакото Скажи, а о чём ты думаешь? Личь к разгадке того, кто это был Татуировка на тыльной стороне ладони Но дуодизайн очень странный, эта собака Её господин, должно быть, заставил её сделать себе тату И она означает Ты моя сучка Серьёзно? Как унизительно! Нет, это не так Эта татуировка указывает на личность жертвы Серьёзно? Если сопоставить татуировку и другую информацию Личность жертвы должна стать явной Ясной Так, досье Мукур У нас должно быть ещё что-то То, что мы читали Так, днём ты Фух, блядь Что же это должно быть-то? Ладно, давай попробуем Частная военная компания Фонрир Это объединение наёмников, в котором состояла Мукура и Кусаба Ладно, ну и что? Чтобы показать свою приверженность общему делу Каждый солдат, который поступает на службу Получает татуировку, символизирующую Фонрир Где-нибудь на теле Символизирующую Фонрир? Символ, представляющий Фонрир, это Волк Волк Блядь Я баке угадал Это было так сложно Символ Фонрир Символ Фонрир, это Волк Фонрир Волк Рагнарёка Это из скандинавской мифологии Огромный Волк, знаменующий конец света Дикя бога хитрости Локи и великанша Ангр Бода Ну и ну, спустя столько времени мы наконец-то увидели проблеск литературного гения Татуировка Волка, тогда это значит Именно, на теле, которое мы обнаружили, была татуировка Волка Это значит, что этот человек состоял в Фонрире Так что это была Мукура Что? Подожди, разве она не состоит? Не, она стоит за всем этим Вы выглядите удивленными, но вы абсолютно правы Да, действительно, в этот раз на суде можно разгадать убийство Мукура и Кусабы А, надо Что? Ты хочешь рассказать, кукла вот мёртв? И нам ещё надо проводить как классный суд? Нет, это значит, что мы ошибались Когда думали, что Мукура кукловод Но, как бы По мне, так абсолютное отчаяние звучит довольно по-кукловодски Может, нам вообще не стоило думать о ней как об абсолютном отчаянии В конце концов, взглянув на её досье, я не увидел ничего Что соответствовало бы такому описанию Всё, что там говорилось, это то, что она абсолютный солдат Если я правильно помню информацию про абсолютное отчаяние, я подшла Кёка, это ведь ты сказала, рассказала об этом Макото, верно? Так, значит, Кёка ошиблась Тогда кем она была? Кем была Мукура и Кусаба? Её не было всё это время, когда она наконец появилась, и её убивают А обычно, когда происходит сцена, где умирает важный персонаж, всё намного подробнее То есть ты хочешь сказать, что она не была важным персонажем? Значит, она была такая же, как и мы Просто ещё один участник Тогда, кто настоящий кукловод? Это должно быть Вы всё-таки директор Академии Пипик Надежды Нет, директор с этим никак не связан Но как мы можем этому верить? Мы уже знаем, что твоя информация о Му... А Мукура Оказалась неверна Моя информация не была неверной Ладно, ладно, у нас тут суд идёт В первую очередь надо выяснить, кто убил Мукура Пожалуйста, ограничите свою болтовню о всякой ерунде на несколько... Насколько только сможете Ладно, раскрытию личности кукловода придётся подождать Но запомни Что бы ни случилось, мы выясним, кто ты такой Или же моя фамилия Нитагами Я официально решил полностью игнорировать все подобные попытки провокаций Итак, просто чтобы никто не запутался Позвольте мне сказать это ещё раз для справки Мы проводим классный суд, потому что среди учеников произошло убийство Убейте это себе в мозги Ты хочешь сказать, что я жар твоей виновник ученики? Значит, кто-то из-за нас убил Мукура? Стоп, нет, есть шанс, что есть какой-то таинственный семнадцатый человек Который всё это время прятался Не, в этих событиях принимали участие только шестнадцать учеников Серьёзно? Значит, один из нас убил Мукура? К-кто это сделал? К-кто в этот раз убийца? Возьмите себя в руки Мы уже сузили список возможных подозреваемых А? Я уверен, ты понимаешь, про кого я говорю, да, Макота? На кого указывают доказательства? Основываясь на том, что я знаю, может быть только два подозреваемых Ты сузил его, да, меня и Кёка, верно? Чего ты это взял? Позволь мне объяснить Прямо перед отбоем прошлой ночью я пошёл в сад Поэтому я могу подтвердить, что в тот момент тела там не было Так что убийство должно было произойти после того, как я покинул сад Однако я, Ясухера Тока и Аой Были в спортзале всё это время В спортзале? Да, мы вчетвером были там, пытаясь разобрать Монакуму Всё это время мы были очень осторожны И потому никуда не ходили в одиночку, даже в туалет ходили парами Всё это говорит, что у нас четверых есть алиби Единственное, у кого нет алиби Я Емакота, вот почему ты можешь сузить список подозреваемых Именно так Так, единственное подозреваемое, это я и Кёка Чёрт возьми, я не могу этого позволить Каким-то образом я должен снять с себя подозрения Я хочу сказать кое-что, касающееся алиби У тебя есть возражения? Ну, перед этим я хочу точнее определить, во сколько произошло убийство Сделав это, мы сможем получить какую-нибудь улику Как хочешь, кто-нибудь, помогите им Мы с Бьякуей можем подтвердить, что тела не было в саду в... Ну, это уж точно было после отбоя Я бы сказал, это было где-то в 10 часов вечера Так что убийство произошло после 10 часов вечера Тогда, наверное, мы можем сказать, что убийство произошло между 10 вечера и временем Когда мы нашли тело Оно, во сколько мы нашли тело? Первая его увидела только, да? Когда она пошла забирать кирку Так, во сколько было обнаружено тело? Тело было обнаружено в 9 часов утра Так как именно тогда кирка пошла за киркой Итак, Тока, сколько сейчас времени? Ну, когда мы покинули спортзал Оставалось совсем немного до 9 часов Так что, наверное, сейчас ровно 9 Хорошо, иди возьми кирку и вернись сюда К 9.01 Он прав Это было примерно тогда Тогда мы все можем согласиться, что убийство произошло где-то между 10 вечера и 9 утра Что касается меня, я заснул еще перед началом отбоя Так что у меня нет алиби после 10 часов Но я уверен, что встретился со всеми до 9 часов этого утра Мы столкнулись друг с другом в столовой, верно? Это было примерно... А, да, ровно 7.30 Я помню, что проверила это прямо перед тем, как вошла Так что я уверена Значит, с 10 часов вечера до 7.30 утра У тебя нет алиби Убийство произошло между 10 вечерами 10 вечером и 9 утра И у меня нет алиби И с 10 часов вечера до 7.30 утра Ладно, похоже, игра началась Если я не могу предоставить алиби на этот раз Тогда мне просто надо доказать, что убийство не произошло в то время Когда у меня нет алиби Чтобы сделать это, я должен прояснить, когда тело оказалось в саду И у меня уже даже есть мысли Давай быстрее Мы установили временные рамки убийства Оно произошло где-то... Между 10 вечера и 9 часами утра Ага, и у Макота нет алиби на большую, большую часть этого времени Да, с 10 часов до 7.30 Я полагаю, этого времени более чем достаточно, чтобы совершить убийство Что ж, Макота, если у тебя есть возражения, сейчас самое время Да-да-да-да-да Блядь Я... Нет, я понимаю, что надо ебануть разбрызгивателями, только я не понимаю, куда А-а-а Опровергаю По-моему, про 7.30 было более очевидно Ну ладно На самом деле, убийство не могло произойти около 10 вечера Оно произошло намного позже И почему же ты так думаешь? И всё из-за разбрызгивателей в саду Разбрызгиватели срабатывают ровно в 7.30 каждое утро, верно? Так что, если тело было в саду до 7.30, то оно должно было полностью промокнуть Подожди, я про-про-всего-то чуть ли не помню Тело было промокшим На самом деле, насквозь промокшим Насквозь Прости только, но ты не права Я не права? Почему? Ты хочешь сказать, что только внизу было мокро? Да как ты смеешь изрыгать такие неприличные слова? Да нет, блядь, я хочу сказать, что тело было мокрым, но не из-за разбрызгивателей Отличный кадр Что ты имеешь в виду? Отрицая разбрызгиватели, ты п-пытаешься отрицать всё моё существование? Блин, какая же ты чокнутая И если ты серьёзно думаешь, что это были неразбрызгиватели То-то, говори, п-п-почему? Мне нужно доказать, что неразбрызгиватели намочили тело Всё, что мне надо сделать, это показать только определённое доказательство И всё разрешится Если мы посмотрим на само тело, то всё станет ясно Ай-ля Боже, когда немного туповато я играю, ну ладно. Чё это всё было? Просто вспомни, как тело выглядело после взрыва, и ты поймёшь, почему это были не разбрызгиватели. А, всё, я понял, тут адаптация немного и той мини-игры дебильная. На Сансоре это же очевидно двумя пальцами надо текать, а тут только одна мышка, и всё. Ну да, на Сансоре это было более прикольно, согласен. Верхняя часть тела промокла, да, но нижняя часть была абсолютно сухой. Если разбрызгиватели промочили тело, разве оно не промокло бы целиком? Получается, тут только верх мокрый, и нижняя часть по полости сухая, какой зверский маньяк! Я от неё так устала! Давайте просто продолжим. Только верхняя часть была мокрой, потому что... Когда тело загорелось, я облил его водой. Но только ту часть, что горела. Верхнюю. О, тогда, наверное, это действительно не разбрызгиватели сделали. Так что, поскольку разбрызгиватели не намочили тело, то убийство произошло. Где-то после того, как в 7.30 утра включились разбрызгиватели. Значит, убийство произошло между 7.30 и 9.00, когда было обнаружено тело. Но у Макота не было алиби только с 10.00... ...прошлого вечера. До 7.30 утра, верно? Получается, Макота не мог этого сделать. Похоже, у тебя всё-таки есть алиби. Рад за тебя. В таком случае, единственный человек без алиби... Кёка. Кёка единственная, у кого нет алиби. Это значит, что убийца Мукура. Нет, этого не может быть. Кёка кого-то убила. Это... Я бы хотела сказать только одно. Если вы проголосуете за меня, и я здесь умру... ...то тайна этой школы останется навсегда скрытой. Именно поэтому я не могу позволить этому произойти. А-а-а? Так ты хочешь сказать, что ты не виновна? Конечно же нет. У меня нет причин никого убивать. Это ловушка, в которую вас завёл кукловод. Ловушка? О-ха-ха-ха-ха-ха! Мы так далеко зашли, и ты именно сейчас решаешь обвинить меня? Хватит тратить время смотреть больно. А ты серьёзно думаешь, что твой трюк сработает? Заткнись, Монакума! Вас понял, босс, затыкаюсь! В любом случае, Кёка, у тебя вообще-то была причина убивать её? Да, была. Она думала, что Мукура абсолютное отчаяние. То есть, кукловод. Так что она убила её, чтобы попытаться положить всему этому конец. Не так ли, Кёка? Но ты совершила катастрофическую ошибку. Кукловодом была совсем не Мукура. И в результате на своё на деле провести ещё один суд. Я уверен, ты этого точно не ожидала. Так вот какой был её мотив. Если у неё есть мотивы, нет алиби, то получается. Что ж, думаю, весьма ясно, что Кёка виновна. Не только у меня нет алиби. Объяснений Макота всё ещё недостаточно. А? Разбрызгиватели не промочили тело, но это не значит, что убийство произошло в сказанное им время. Что это? Что это? Потому что, видите ли, есть ещё один вариант, при котором тело могло не промокнуть. Интересно. Я слушаю. Всё, что нужно было сделать, это чем-нибудь накрыть тело, чтобы оно не промокло. Что-то на месте преступления было использовано, чтобы накрыть тело. Может, это... Там брезент где-то был. Ты говоришь о брезенте ведь, так? Идиот, он сам себя топит. Так ты его заметил. Ты правы. Всё, что было нужно сделать, это накрыть тело брезентом и разбрызгивать или не проблема. В действительности именно это и сделал убийца. Грязь на брезенте – даму доказательства. Только одна сторона брезента грязная, потому что эта сторона была намочена. А со стороны тела брезент остался абсолютно чистым. Это доказывает, что убийца использовал брезент для того, чтобы тело не промокло. Но зачем столько усилий только для того, чтобы тело не промокло? Скорее всего, чтобы скрыть настоящее время убийства. Другими словами, чтобы создать оправдание, которое похоже на то, что нам дал Макота. А! Почему Кёка это говорит? Почему она хочет восставить меня убийцей? Нет, сейчас не время об этом думать. Этот брезент. Если он был использован так, как сказала Кёка. Брезент должен был касаться тела, верно? Но тело... Подождите. Здесь что-то не так. И что же не так? Сейчас не время размышлять о намерениях Кёка. Если я что-нибудь не сделаю, все будут думать, что я убийца. Я должен опровергнуть то, что сказала Кёка. На брезенте есть грязь, но нет крови. Накрыл тело брезентом. Убийца защитил его от воды. Получается, брезент был грязным только с одной стороны? Потому что разброскивать Елену Махили эту сторону. Но нижняя сторона брезента... Она была совершенно чиста, верно? Это потому что та сторона была защищена от воды. Раз с этой стороны было тело... Конечно же она не запачкалась. Да я тоже помню про кровь. Похоже на мой взгляд, как грязный гриб. А что за это? Без приключения в махили. Без скучного гриб на махили. Если он не убил слева, то... Если он подходит в махили в махили. То есть за это, чтобы он раздорился на спринкл. Но что же не было подлежды? Вот такой же не был ядерен. Не забрался на спринкл. Да. Даже не шляпался на махили. На самом деле, то, что одна сторона чистая, очень странно, если подумай Потому что перед взрывом бить кровь на теле ещё не высохла, верно? Бьякуя сам сказал не прикасаться к телу, чтобы не запачкаться в крови Если бы тело в таком состоянии было накрыто брезентом, на брезенте точно бы осталась кровь Ну, может, убийца помолвил его, чтобы скрыть следы использования? Если бы он так сделал, то отмыл бы обе стороны Отмыв только одну, ничего не спрячешь А, да, твоя правда Кроме того, если сама кровь, что мы увидели на теле, была разлита в качестве камуфляжа А? Кровь была камуфляжем? Что если после того, как убийца использовал брезент, чтобы избежать разбрызгивателей Он покрал тело кровью, которая не принадлежала жертве Ты имеешь в виду чужую кровь? Где он мог её достать? Я знаю, он мог взять немного пакетов с кровью из медкабинета Это ведь Хифуми сделал, да? Ну, когда он притворялся мёртвым Нет, в этот раз пакеты не использовались Убийца нашёл кровь прямо там, в саду Бедная курочка, боже Копавшая курица, господи, точно, да Могла ли это быть кровь курица? Что? Кровь курица? Когда мы проверяли курятник перед убийством, там было всего 5 куриц Но после убийства осталось только 4 Так ты хочешь сказать, что кто-то убил курицу И затем облил её кровью тело? Блин, всё так запутано! Убивать живое существо только для того, чтобы сделать что-то столь отвратное Я бы на его месте хотя бы съела её Возможно, убийца пришлось добывать кровь прямо на месте преступления Чтобы никто не заметил, как он блуждает по школе В любом случае, нельзя отрицать пропажу курицы Это поддерживает мою теорию Может быть, но пусть даже так Кое-что до сих пор не имеет смысла Ты сказала, что виновник использовал брезент, чтобы избежать воды И покрыл тело кровью, верно? Но если всё так и произошло То кровь должна впитаться в пол рядом с телом Но мы этого не увидели Кровь была только на теле оде... Только на одежде жертвы На земле было совершенно чисто Я должна согласиться, это очень странно Возможно, он использовал кровь не на месте преступления Возможно, он покрыл робу кровью заранее Он покрыл её заранее? Когда вы обнаружили тело, было ли оно одето в робу в нормальном... В робу нормальным образом Думаю, да Стоп, нет! Голова была пролета в воротник, но руки были оставлены в... Не были вставлены в рукава Тогда это всё решает Прости, мне тяжеловато за вами угнаться Что это решает? Вот как всё было Убийство произошло перед тем, как заработали разбрызгиватели Но тело не промокло, потому что убийца покрал его брезентом Затем, после того, как убийца убрал брезент, он накинул робу на тело Робу, которую он уже покрыл кровью Все эти макинации были для того, чтобы замаскировать настоящее время убийства Этот человек хотел, чтобы мы думали, что убийство произошло после включения разбрызгивателей в 7.30 Если всё и вправду произошло именно то То убийство действительно могло произойти раньше Но чтобы всё это провернуть Разве этому человеку не пришлось бы вернуться в сад после включения разбрызгивателей? Это на самом деле было не так уж сложно А почему это было не так уж сложно, мы узнаем уже в следующий раз Сегодня на этом всё, так что всем спасибо за просмотр И всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова